В Советском Союзе и в странах, возникших позже из его осколков, изучение истории Европы в школе было поставлено неплохо, но эта история была в основном историей Западной Европы. Школьники на уроках слышали имена французских и английских королей, знали об основных войнах, революциях и восстаниях, сотрясавших Германию, Францию и Англию, и в целом имели достаточно ясное представление об основных вехах западноевропейской истории. А вот истории Восточной Европы дело обстояло намного хуже. О прошлом Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии или Сербии школьники знали крайне мало. Более того, практически нигде на страницах учебников по истории не встречалось такого названия Словакия. Не было такого государства и в учебниках литературы, да и в учебниках географии оно появилось совсем недавно. Правда, была сборная Чехословакии по хоккею, которая неоднократно трепала нервы советским болельщикам. Однако игроков этой сборной все называли просто чехами. Еще про Чехословакию было известно, что русских там сильно не любят. И в 1968 году чехословаки даже хотели предаться НАТО. Но мудрый Леонид Ильич Брежнев вовремя двинул туда танки и задавил мятеж на корню, на изображение Леонида Ильича Брежнева. На этом познание среднестатистического гражданина СССР о Чехословакии обычно и ограничивалось. На народы Восточной Европы в России существуют устоявшиеся взгляды, вернее сложившиеся, по разным причинам, стереотипы. Эстонцы медленны, латыши туповаты, литовцы поют, поляки заносчивы, венгры бунтуют, румыны сплошь потомки Дракулы. Чехи всегда всех предают. Но вот о словаках практически никаких мифов и баек не существует. Ни один человек в России не скажет, чем Словакия знаменита, чем богата. Даже ее расположение у многих вызывает недоумение, а некоторые думают, что Словакия и Словения – это вообще одно государство. На изображении Словакия на карте мира. И Словения. Тем не менее, это государство не просто существует, но самим фактом своего существования начисто разрушает все доселе сложившиеся стереотипы. Книга Александра Усовского стирает белое пятно с картой Европы для русского читателя. Перед нами встает страна и народ, которому в Европе нет подобного. Потому что, несмотря на то, что история наших западных соседей изобилует всякого рода мятежами, бунтами и восстаниями, никто и никогда в Восточной Европе не восставал для того, чтобы быть вместе с русскими. Никто, кроме словаков. Сами словаки называют себя славяне. И это неудивительно, ведь Словакия – это то место, откуда славяне начали свое расселение – на запад, на восток, на север и на юг. Здесь, по преданиям, жили легендарные братья Чех, Лях и Рус, от которых пошли чехи, поляки и русские. Сами словаки остались просто славянами. За тысячу лет своей истории они так и не озаботились образованием своего государства. И на всем протяжении бурной европейской истории не выступали, как ее самостоятельный субъект. Однако к концу 30-х годов XX века словаки как бы проснулись и сумели, правда, с помощью Германии обрести национальную независимость. Можно себе представить, насколько они дорожили этой независимостью, ведь до этого ее не было тысячу лет. Но война с Россией поставила словаков перед выбором либо убивать своих братьев-славян, либо этой независимости лишиться. И словаки пожертвовали ради России всем, даже своим государством. Словацкое национальное восстание бросило словаков в жернова войны. Потери словацкого народа были неисчислимы. Жертвы и лишения огромны. Нация, которая перенесла все это, несомненно, должна была иметь свое государство. Хотя ход послевоенной истории вновь поставил словаков в зависимость от Чехии еще на 40 лет. Но независимость для Словакии стала неизбежной. Во время социалистической Чехословакии Словаки сыграли свою роль в сохранении ЧССР. в составе Советского блока. Когда в 1968 году Чехии решили в очередной раз предать своего союзника СССР, именно Словак Густав Гусак возглавил Чехословакию и удерживал ее в зоне советского влияния вплоть до развала СССР на изображении Густав Гусак. Интересно, что приходу Гусака к власти способствовал белорус Кирилл Трофимович Мазуров, руководитель Белоруссии с 1956 по 1965 годы, который в 1968 году осуществлял на месте политическое руководство сменой Чехословакского режима на изображении Кирилл Трофимович Мазуров. Так второй раз в 20 веке Словакия оказали России неоценимую помощь уже в Холодной войне. В числе воинских контингентов-союзников, воевавших на стороне Красной Армии на Восточном фронте, был Чехословацкий армейский корпус, подавляющее большинство личного состава которого составляли словацкие военнослужащие. Кто были эти словаки, воевавшие вместе с русскими? Александр Усовский знакомит читателя с личностью одного из этих солдат, с писателем-фронтовиком Рудольфом Яшиком. Вы его видите на фотографии. Он не был богатырем из легенд и неустрашимым воином из железа и стали. Это был обычный человек из словацкой глубинки. Никакой не супермен, совершенно не склонный к насилию. Но этот типичный интеллигент, когда его призвала судьба, вдруг проявляет силу духа и решимость. Достойно эпического героя, добровольно участвует во всех битвах, которые ведет его народ, терпит вместе с ним страдания и после этого находит в себе силы описать эту историческую эпоху в своих художественных произведениях. Через образ Рудольфа Яшика проступает настоящая душа словацкого народа. Спокойные времена незаметного, тихого и спокойного, но если наступит пора испытаний, опять, как и раньше, готового встать плечом к плечу вместе с русскими братьями против общего врага. После прочтения книги хочется познакомиться со словакией и словаками поближе. Проехать по горным дорогам, побродить по заросшим ельникам склонам, забраться на заоблачные перевалы, пообщаться с тамошними жителями и самому убедиться, насколько дружелюбно словаки относятся к русскому. Тогда неизвестная страна в центре Европы станет ближе и понятней и возникнет надежда, что, может быть, со временем даже до наших политиков дойдет, где надо в Европе искать себе союзников. Дмитрий Левченко из предисловия к книге Началось же все с потрепанной старой книги, найденной мной в рабочем столе моего деда, к тому времени уже ушедшего от нас. Она лежала в дальнем углу верхнего ящика под стопкой старых писем и, казалось, ждала того момента, когда я возьму ее в руки. Это была странная книга, не похожая на все остальные, каленкоровый серо-голубой переплет, желтоватая шершавая бумага, немного архаичный шрифт, неуловимо схожий с полусоставом средневековых русских летописей. Все в ней было не совсем обычным, как и название «Мертвые не поют». Да, пожалуй, именно название стало причиной того, что моя рука потянулась к этой книге. Хотя родители строго-настрого запретили мне лазить по дедушкиному столу и уж тем более брать дедушкины вещи. Мне было тогда лет тринадцать, не больше. Что я тогда знал о Великой Отечественной? То же, что и все остальные мальчишки моего возраста. Мозаику из героических легенд о Брестской крепости и партизанах, отрывки из школьных уроков и редкие воспоминания уцелевших. Пожалуй, все. Та война еще не превратилась в древнюю историю, какой она является для нынешней молодежи. В конце концов, на войне погиб мой дед и родной дядя. От военных ран скончался, когда мне было восемь лет, второй мой дед. Но уже начала покрываться седым налетом минувшего, все дальше и дальше уходя в туманную даль прошедших времен. И вдруг события той далекой эпохи полыхнули мне в лицо яростным порывом огненного ветра. Стоило лишь мне прочесть первые строки романа «Мертвые не поют». Со страниц книги Рудольфа Яшика «Та война» обрушилась на меня с всей силой своего огненного кровавого неистовства. И это была война, описанная с той стороны. Рудольф Яшик написал пронзительную книгу о трагедии словацкой армии, брошенной в пылающее горнило советско-германской войны. Написал так, как только мог бы написать человек сам своими ногами, проделавший долгий путь от Прешева до Предгорий Кавказа, переживший смерть товарищей, испытавшей на себе то духовное перерождение, которое переживают все главные герои романа, на своей шкуре познавшие, что такое война, смерть, кровь и душевное опустошение. Это была книга личных воспоминаний, книга, написанная кровью, и, прочитав ее на одном дыхании, закрыв последнюю страницу, я понял, что этот неведомый мне Рудольф Яшик был настоящим писателем. Его герои живые люди, простые, ничем не знаменитые и ничем особо не примечательные жители словацких городков и деревенек, волею судьбы, оказавшиеся в непростых обстоятельствах. Поначалу, отправленные на войну, они беспрекословно исполняют полученные приказы, вместе со своими гаубицами, повозками и зарядными ящиками отправляются на советско-германский фронт, выполняя союзнический долг. Но, оказавшись на линии огня, они постепенно начинают прозревать, и в душе многих из них вдруг рождается чувство, навечно казалось, задавленное официальной пропагандой, чувство славянской общности. Общности с тем, по кому их гаубицы выпускают снаряды, по ком стреляют их пулеметы, и это едва родившееся чувство начинает крепнуть с каждым днем, приведя в конце концов эту словацкую гаубичную батарею на сторону Красной Армии. Русские славяне братья, это ключевая мысль всего романа, мертвые не поют. Она выстрадана его героями, кровью, своей заплатившими за право быть услышанными, и от имени своих товарищей, павших и живых, от имени солдат чехословацкого корпуса, от имени участников словацкого национального восстания, Рудовь Яшик несет ее своему читателю, несет как негасимую лампадку, заботливо пряча ее в ладони. Роман «Мертвые не поют» был переведен на русский язык в 1964 году. Другие книги Рудольфа Яшика на берегу прозрачной реки, площадь Святой Альжбеты, черные и белые круги, увы, русскому читателю недоступны. Впрочем, вряд ли в наше время Яшик был бы популярен в России. Слишком он цельный для нашего мира компромиссов и воинствующего конформизма. Современные русские читатели его просто бы не поняли. Не поняли бы его любви к своему краю, каменистым и бесплодным кисуцам, любви к своему народу, к своей Словении. Впрочем, это не только наша беда. На своей родине Рудольф Яшик так же почти позабыт. Но это уже совсем по другим причинам. Нынешним словацким властям не дают покоя его идее. Им кажется неприличной идеология книг Яшика. И тем более ему не могут простить его честное и прямое русофильство. Его русские славяне-братья. Слишком многим в современной Словакии хотелось бы забыть о своем славянстве. 2 декабря 2011 года исполнилось 92 года со времени рождения Рудольфа Яшика, писателя, гражданина, солдата. Он очень рано ушел от нас, не дожив даже до своего 41-го дня рождения, так и не завершив свою трилогию о Словакии 1940-1944 годах, первой книгой, которой должен был стать роман «Мертвые не поют». Он ушел, не завершив множество дел, но самое главное в своей жизни он все же успел сделать. В августе 44-го года он вступил в партизанскую бригаду, формировавшуюся в его родных кисуцах, и прошел с ней весь крестный путь, что выпал на долю участников Словацкого национального восстания. Чудом оставшись в живых в последних безнадежных боях в предгорьях Татр, чтобы своим творчеством, своей судьбой, всей своей жизнью доказать русские и словаки славяне братья. Это отрывки из начала книги «Славянское сердце». Повесть о Рудольфе Яшике. Автор Александр Усовский. И ссылка на источник. Ссылка на книгу Рудольфа Яшика. Он умер в 1960 году. «Мертвые не поют». Она была издана в 1961 и ссылка на источник. Все ссылки как обычно я дам в описании под этим видео и в комментариях. На этом все. Всего хорошего. Читайте книги. С ними интереснее жить. Юрий Шатохин. Канал Веб-Рассказ. Новосибирск. До свидания.